Зарабатывать хорошие деньги мне помогает компания LTD Corporation. Благодаря новому инвестиционному плану можно заработать 100% чистой прибыли всего за 28 дней. План называется Bitcoin и предусматривает возврат вашего депозита в двойном размере. Например, вы вложили в этот план 15 тысяч рублей и в конце срока получаете 30 тысяч рублей. Также сейчас проходят различные акции, которые позволят получать дополнительные денежные средства на счет личного кабинета. Регистрируйтесь и не упускайте момент. Акция действует до 10 января. Всем привет, дамы и господа. Здорово. Как у вас дела? Я вот тут проснулся, улыбнулся нахуй. Готовлюсь потихонечку к стриму, как видите. Вот, как видите, вот я уже почти готов. Вообще надо телефон на зарядку втопить. Бля, я надеюсь, все уже в курсе, то, что стрим сегодня в 8 часов по Москве на канале. Там порассуждаем маленько по поводу, блин, что со светом, а как бы, может, так вообще говно. Ну, вечно проблема со светом, нахуй. Кизяку слушать давай. Кизяку я люблю слушать. Алишерка, привет, батла не будет? Да хуй его знает. Ну, пока что, ну, сегодня на стриме об этом поговорим вечером. Как бы, пока что вряд ли, наверное. Ну, и вообще, мне на самом деле, как-то не особо, не особо это обижает, что ли, я не знаю. Я изначально понимал, что, да, вряд ли выйдет Юра, во-первых, потому что ему похуй, наверное, во-вторых, потому что он понимает, что он не вытащит нихуя. Он понимает это. Вот, что я хотел сказать. Я же, вы, я надеюсь, если смотрели все, вы должны знать, что главная моя цель была, чтобы люди задумались о том, от кого они фанатеют. Чтобы люди задумались, кого они обожествляют. И я читаю комменты у себя, у него, и понимаю, что у меня это получается. И меня это уже очень радует. Похуй на батл. Люди, наконец-то, стали понимать, что действительно, это просто, просто бездарная ебало. Меня это очень радует. То есть, если вы зайдете, посмотрите его последний видос, где он про меня говорит, ну, увидите там и дизлайков прилично, и комменты все, то, что ты засал, ты засал, ты там бездарь, блядь. Ну, ничего, это, ну, нормально все. Все идет по плану. Просто, вот почему, почему я не хочу делать отдельное видео, там, опять что-то отвечать, доказывать. Мне уже, я уже доволен результатом. Я вижу, что люди понимают все. Даже то, что Юра утверждает, мол, ой, да ты ноунейм ебучий, меня такие, меня сто таких в день, блядь, вызывает на батл. Мне там каждый месяц на меня диссы пишут, вас таких туча. Но при этом только про меня он сделал видео. И это уже хорошо. Это уже достаточно хорошо. И даже его подписчики, которые меня не знали, после его видео, идут ко мне, смотрят, видят это все. И немножко думают, переосмысливают. То есть, есть комменты много, достаточно, типа, вот, там, ты открыл мне глаза, блядь. Ему пишут, что, ой, да ты засал, ты, блядь, сам нихуя не можешь. Но, видите, все нормально. Я этого и хотел. Это было для меня главное. Батл, это уже второстепенно, второстепенно. Вот. Но об этом мы сегодня вечерком поговорим, да? Конечно, да. Почему стрим? Потому что я не хочу делать отдельное видео. Я заебался, я хочу отдохнуть немножко. Поэтому я сегодня в прямом эфире прям все расскажу, все покажу. Посмотрим с вами вместе его видос. Я что-нибудь отвечу, немножко расскажу про карьеру Юры, как он начинал. Вот он меня предъявляет за то, что я ноунейм и пытаюсь хайпиться на нем. А ведь он, ведь школьники маленькие не знают, на чем Юра поднялся. А Юра тоже поднялся на том, что хайпился. Оскорблял Цоя, оскорблял Емельяненко. Что там, оскорблял кого? Нойза, да? Не, ну Нойза-то ладно, это потом уже. А поднялся-то Юра из-за чего, ребят? Просто очень много школьников, которые его защищают. Они узнали о нем только после батла с этим, блядь, с Лариным. А как он до этого поднимался, никто не знал. Никто не знает из его аудитории новой. А все очень просто. Юра просто подлизался к Мэдисону, подъебался. Мэдисон это обзорщик игр, популярный раньше, очень был. Прям, ну, единственный, наверное, русский блогер, который прям популярный пиздец. Юра просто к нему подъебался, подлизался. Стали они вместе видосы снимать. Вот, он пиарил Юру. Потом Юра начал выебываться на Цоя Мертвого, да? Говорить, что Цой пидорас, Цой хуйсос. Потом начал на Емельяненко выебываться. Вы можете найти видео, где Хованский говорит, типа, «Слышь, ты, блядь, Емельяненко, я ебал твою жену бывшую, сейчас выебу твою жену, блядь, вызываю тебя на бой». Вот, вот он, это, вот человек, который построил свою карьеру, блядь. Еще мне что-то предъявляет. Ну, это ужас какой-то, блядь, это прям... Когда-нибудь я сделаю большой видос прям про это. Что-то в духе он вам не кизяку, да, только про Хованского. Чтобы уж окончательно поставить точку, чтобы школьники наконец-то поняли, блядь, все, что к чему. И я забуду об этом, обо всем. Как и, собственно, все забудут эту хрюшку пухлую. Вот, поэтому... Ну, вот так вот, ребят. Сегодня просто стрим, потому что я улетаю в Москву. Завтра, послезавтра. Мне там нужно по работе тоже закончить. Несколько проектов. Вот, поэтому пока что на стриме это пообсуждаем. Потом я уже, когда вернулся из Москвы, уже наклепаю большой видос какой-нибудь хорошенький. Где уж окончательно весь образ этого гангстера раскрою и покажу. Очень много видео в интернете гуляет, о которых вообще не знают школьники. Которые Юру удалил, скрыл. А сейчас, типа, наверное, стыдно ему, я не знаю. То же самое, что он Нойза маму мертвую ебал, да. Но это же отвратительно. Человек, который поднялся на скандалах. Человек, который поднялся на... Ну, хайпил за счет скандалов. Просто за счет провокаций и скандалов. Теперь меня обвиняют в этом ужас какой-то. Нахуй. Как говорится, бля-у. Собственно, это была демо-версия стрима. Полную версию вечерком на ютюбе. Заодно будем меня собирать на гитару. До нейты ваши. Потому что я хочу себе гитару акустическую. Потому что свою я выкинул из окна для клипа. Ну, вы видели. И я просто хочу начать уже работать над своими песнями. Над своим альбомчиком небольшим. И хочу, чтобы там была гитара. Поэтому буду на гитару сегодня собирать бабку. Музыкального образования нет у меня. Нахуй оно мне надо. Я же гений. Вон висит у меня электруха. Я думаю, я ее тоже починю. Она вся разъебанная, ржавая. Починю и тоже что-нибудь с ней сделаю. Заебал мне этот однообразный рэп. Этот бас, который... Бочка, которая ебашит. Заебал. Хочу что-нибудь новенькое, интересное сделать. В пизду вот эти вот, знаете, типа... Вхожу в туску, бля, у. Или на моем аккаунт. Или что там модно сейчас. Гатигейн, гатигейн, гатигейн. Нахуй надо. Я хочу что-нибудь, что можно послушать. Не только на тусовке, а и просто... Везде. Бля, у. Мне вот, например, очень нравится Тантасьон альбом 17. Я считаю, это очень крутой альбом. Считаю, это прям некий прорыв в музыке современной. Это очень крутой альбом. А, ну и попутно, кстати, Изи Рэп новый выпуск потихонечку уже начал делать. Не скажу на кого, конечно. Но на очень классного чувака, которого я, в принципе, сам иногда слушаю. Поэтому я всегда с удовольствием, бля, делаю выпуски. Не потому что вы просите и вам надо, а потому что хочу. Вот нравится мне вот этот исполнитель, я вот сделаю, бля, круто будет. Не нравится мне этот исполнитель, я тоже сделаю. Похуй мне на исполнителя, я не буду его трогать. Потому что мне это будет скучно и неинтересно. Вот. Не на блогера, на рэпера будет. На рэпера, крутого рэпера. Не надо гадать, вы все равно не угадаете. А если угадаете, я вам все равно не скажу «да». Бляу. ЛСП, ЛСП очень классную тему делают, молодцы. Маленький принц, вообще пушка. Городов в тур, 12 пока что в туре городов, я уже перечислял. Потом, не знаю, увеличится еще или нет, хуй знает. Я надеюсь, да. Я не тут. Ладно, все, давайте, до встречи, этот. Помогайте. Как это называется? До встречи вечером на стриме. Ссылка в профиле на канал, если что. Так что, у, бля, у. Всем удачи.